Был сегодня на металлоприемке, купил арматуры, стали наконец-то заниматься забором. Купил арматуры и газовый вот такой большой. И на 50-55 новый ключ. Как раз на рулевые тяги менять на GCB. Я в прошлый раз газовым крутил, а тут вот новый ключ нашел на металлоприемке. И газовый такой большой. Это пятый номер, мне сказали, называется. Чувак, который на металлоприемке, он, говорит, раньше работал на ВД-канале, говорит, это пятый номер. Хрен такой, говорит, найдешь, гонялись раньше за ним. Все не разбито, все четко, все заявичное. Он, говорит, даже трубу на него одеваешь, он выдерживал. Короче, нормальный ключ. Как обычно там сверла взял. Еще всякие пробойки, дырки пробивать. Где-то в параметре, там где угодно, короче. Воскресенье не было заказов. Сегодня понедельник. Тоже нет заказов. Но, тем не менее, надо заниматься своими делами. Векторой. Вчера Векторой занимался. Подрамник передний сгнивший был. Подрамник у меня есть, но менять не хочу долго. Поэтому мне проще его подварить. Вот. Две латки поставил. И шаровую левую поменял. Мертвая была. И вот надо задком заниматься. Вот эти плавающие умерли с один блоки. У меня такие кулаки есть. Вот здесь хорошие плавающие. Нашел кулаки с... Вот такие... Ну, не кулаки, это рычаг продольный. Поставлю два рычага бушных. Финских тачек. И два с один блоком надо докупить сейчас. Уже заказал. И вот этот поменяю тоже с один блоком. Он уже порванный. Подготовлю все. Кулаки откручу. Быстро все заменю. И дальше ездить. Что, как бы, эти два дня... Ну, не два дня, а вчера. Позавчера занимался машиной. Это за... С 14... Мая. С 14 мая. Это вот вчера и сегодня. Первый раз, когда не было вообще заказов. То, что там не поехал или дорого. Вообще просто не было. Не было заказов. То есть ни одного звонка. Авито вообще молчит. По Авито один-два звонка в неделю. И ничего такого нет. Сейчас вот затище должно уже кончиться. Сейчас колесо подкачал. Узбекам перевез камень. Чтобы они забор делали. Значит, 21 метр забора будет стоить... Работа... Работа 79 тысяч. Плюс расходы. Плюс цемент. Плюс скала. Плюс песок. Воды привез. Вот. 21 метр. Вот. До туда они должны соединиться. Но будет еще у меня... По их нему называется тумба. Юмба. По нашему колонна. То есть будут колонны еще идти. Песоком сюда подвез. Не хотел, конечно, возить. Не хотел мешать с этим щебнем. Ну ладно. Вот. Воду им привез. Чтобы они набирали. Кубик вот. Стоит с водой. Ездил, стоял на прицеп. Возил. Потом трактором сюда поставил. Наливаю. Ну вот так вот 400 литров. Чтобы легко поднимать. Чтобы клетку эту не сломать. А то иначе она сломается. Нет смысла поднимать. Песка им привез отсюда. Значит, колонна будет крайняя. Потом вот здесь будет колонна. И вот здесь вот. Колонны. Также они мне делают по 3 800 метр погонный. Колонны 55 на 55 здесь. Здесь колонны тоже 55. Тут по 50 будут. Ну тут. Здесь колонна. То есть вот раз колонна. Где-то метр 60, она метр 80 будет. Раз, два, три колонны. Четыре, пять. Ну вот еще пять или шесть колонн. Вот там. В метраж перевезти. И скалы надо им еще привезти. Потому что вот это в принципе все уже мусор. Не годится для строительства. Тут ничего больше нет. Материал отсутствует. То есть надо будет поехать. И набрать им материала. Молота нету. Я их не раскалю. Нужен в принципе большой экскаватор. Так-то по уму если долбить. В том году мне долбили. Ну не знаю. Может быть приедет кому-то здесь с молотом. Так я закину их в ковш. Поеду. Он мне их ебанет. И все. Там скамейка эта пытается выехать. Астралом. Она тогда продавалась. Она 350. Но почему-то они сейчас сняли объявление о ее продаже. Поприветствую там на родине земляков. В ютубе. Салам. Салам алейкум. Салам алейкум асалам. Ага. Ну вот провел анализ с 29.00. 0.6 по 17.00. 0.7. 1 час. 4.30. 7.20. 7.6. 30 минут. 3 часа. 6 часов. 2.5. 2.5. 1.6. Вот считает. 30 минут. 2 часа. Ну 30 минут. 2 тысячи. Брал. Видите. Это 1.30. Я свое делал. 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. Хотя должен брать за 2 часа. Но это все у меня по поселку. Никуда не ездит. Просто с улицы. На улице перемещаюсь. вот этот один заказ видеть 1107 час 30 то есть вот вообще один заказ вот один час тоже для 500 видите короче в итоге вышло 63 часа за 18 дней получилось три с половиной часа в день это среднее значение на 5 литров умножаем конечно меньше съела 315 литров получилось это 11000 ну короче 166 минус 11 155 рублей за 18 дней но это потому что во первых работа была в моем поселке если бы скажем не сарафанное радио это все сарафанного радио это ни одного здесь нету объявления авито ни одного дня нету с объявления совета это все за прошлые года наработанная клиентская база сарафанное радио в этом году вот такие цифры что скажу скажу что конечно дрянь полная дрянь полная и все сейчас заказов нету назад а есть но он должен был сегодня он говорит или сегодня или завтра приезжает но так как раз сейчас сегодня не было заказа я занимался своим участком то есть взял узбека помощники и мы с ним наводили порядок там доска гнилые вывозили лес чистили на одном участке на втором с места на место перекладывали ну короче по хд-шкой занимались там же бы и блоки перемещали ну вот так вот ну в принципе работы не было пару дней бы еще я как раз забором бы занялся а ну как бы мне ну все в масть но вот видите тенденция такая что работа отсутствует только мое географическое расположение моего объекта это меня можно сказать ну и вся моя работа конечно есть звонки там мишукова поехать на ту сторону километров там 10-15 проехать я на таких заказы отказываюсь есть на 9 километр по сторону аэропорта съездить на пару часов там у кента поработать тоже не очень охота ехать ну как бы такие заказы бывают да но я от них отказываюсь слишком далеговато а тут поблизости но ничего пока что нету ковш метод текст мне ответили добрый день сами мне написали вчера я не им писал не писал ничего есть возможность переслать фото и видео на почту я писал здравствуйте попробую они в каком размере вы бы хотели получить компенсацию за данную работу то есть я им отфоткал отправил фотографии уже заржавела чё она ржавеет быстро буквально ну на следующий день через день и вот фото же все ржавое вон видите я же не покрасил его ну вот шов видно все но вы видели сами все эти швы я вам показывал вот мой шов такой вот а вот их красивый шов видите вот прям просто красота красотой легко шов верни вот и шов видите просто красотища вот так вот короче завтра буду с ними включая вступать приговоры я думаю что наверное место денег у них что пластину вот в эту вот эту взять вот эту видите купить с отверстиями просверлены под клыки для того чтобы не тот ковш восстановить и вот эту заднюю часть лист лист металла вот этот наверно попрошу спрашиваю стоит чтобы мне свой ковш восстановить в боковушке я здесь куплю хочу ком сделать как у caterpillar мне кажется что катовский ковшину ну вот но вот эта часть длиннее им можно сказать объем побольше и копать мне кажется как то как то проще у этого получается он такой как круглый больше понимаете а у кота он немножко другой посмотрел я вот видео этого оператор кат ну кто знает его виталя вот него кож такого хочу наверно все таки сделать него ковш ну и по трактор вот в актеру я просил чтобы он мне посчитал вот этот палец ты этот палец потом палец рукояти вот этот палец верхний палец вот этот вот просил его сделать видео потому что я уже так блин только через видео буду покупать вот он мне прислал от снимаю тебе две втулки втулка и палец под моим запросным номером сейчас посмотрим как они будут у нас между задушниками ну люфта практически нет это и втулка и палец по диггеру палец у нас идет по ариесу это 505 69 ну и втулка 179 идет по диггеру смотрим как они садится просто идеально вот тут вообще вопрос нет палец следующие втулки сейчас посмотрим как они между собой вот 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 листок бумаги чуть-чуть пролезть здесь поэтому по-моему замечательно коротенькое видео по ариесу у нас 0.061 палец и соответственно по диггеру втулка 0.125 смотрим как они здесь люфт заметно больше но думаю что он допустим на просвет наверное как раз 5 соток втулка 800 палец 811 503 69 втулка 809 2 0 125 сейчас покажу какой там зазор производитель всего этого добра диггер партс так втулка села померяем прям примитивным способом за счет щупа давайте 0.7 щуп не лезет 0.5 щуп не лезет 0.3 не лезет вот зазор на 0.2 плотно 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 она находит то есть здесь зазор получается между пальцев и втулкой 0.2 ж копась не знаю видно нет 0.2 но 83 пожалуйста не очень удобно конечно ну и минимальный люфт 811 дробь 200 ровно 61 палец по диггеру ну и соответственно 809 дробь 00 125 втулка по диггеру